ноль привет марина да ты вот пользуешься такой услугой консультация по skype впервые да ну и я собственно говоря тоже впервые но давай попробуем это я думаю будет интересно и нам с тобой и тем кто нас будет смотреть я в данный момент пишу видео я думаю ты не против да ну давай задавай свой вопрос у нас же тема по самом массажу до у тебя блоки есть вот что ты чувствуешь но пиши мне что у тебя где в каком месте больновато поворачивать поворачивать да а вот это вот холка у тебя не болит можешь снять куртку чем-то в мать останешься для шеи для шеи да и повернуться бокам прямо в профиль в экране я могу а ну скажи есть показать даже но там по такому качеству видео наверно не будет на серии мр томограмм взвешенных по т.1 и т.2 в двух проекциях хвордос углажен депотамиж позвонковых дисков с 3 4 и 5 незначительно снижено сигнала дисков с 2 4 и 5 6 по т.2 умеренно от остальных дисков незначительно снижено так определяют а незначительные передние краевый костные разрастания правильные FAR S5-S6 позвонков форма и размеры позвонков обычный костный мозг тела в телах позвонков обычный костный мозг тела позвонков признаками минимальной ходе терапевтических изменений Дарзальные протрузии дисков меридианно-парамеридианная билатеральная S5-6 размером 0,225CM Незначительность информации переднего контура прилежащих секторов дурального мешка Минимально эффективный сагитальный размер позвоночного канала не сужен 1,1 см Просвет корешковых каналов на уровне межпозвонкового диска асиметричен R больше чем S, не резко сужен сливом Дальше читай Нет, это только про шею было или там что еще? Это только про шею Там S5-S6 указаны S5-S6, да Что про них написано? Так, определяются незначительные передние краевые костные разрастания параллельные телам S5-S6 позвонков И все, больше другой информации нет А, дорзальные протрузии дисков, меридианная-парамеридиальная меридианная билатеральная S5-S6 размером 0,2-0,25 на 9 см С незначительной деформацией переднего контура прилежащих секторов дурального мешка Ну, достаточно, да В общем, все, что написано не критично Это все очень усредненные параметры И с возрастом это все нормально Вот эти вот разрастания костные Вот эта вот проблема, которая в будущем может как-то сказаться Это начало остеофитов, начало остеохондроза А, в принципе, остеохондроз в той или иной степени есть у нас у всех И какие-то там перекосы, какие-то сжатия позвонковых дисков Они в той или иной мере присутствуют практически у нас у всех Ну, а я хочу сказать Что Все, что там вот как бы Проблемы какие у тебя могут быть, да Это все касается того, что мы Либо неправильно сидим, неправильно лежим И вообще постоянно напрягаемся Особенно В женский пол У девушек есть такая проблема Они более эмоциональные Они более такие стрессовые Либо там что-то вау Либо плачут И все это сказывается психосоматически на вот этих мышцах шейных Они начинают сдавливаться У нас нет ни одной мышцы, которая растягивает позвоночек А все только его сдавливают И, соответственно, где-то сильнее сдавило Где-то меньше сдавило, да И получаются перекосы Поэтому все упражнения, которые нужно делать Каждой девушке У которой есть какие-то напряжения здесь, да Они на растяжение Для этого Вот прямо сейчас Можешь что-то повторить за мной Во-первых, давай все-таки проверим вот этот С6, С7 позвонок Тебе надо повернуться так, чтобы их нащупать Знаешь, как их нащупать? Нет, не знаю Да Вот самые выступающие позвонки вот тут, где заканчиваются Не знаю, меня там будет видно На камере А, ну я поняла Эти самые выступающие, да Два их, да? Вот один из них, нижний, он грудной Второй из них Он шейный Он шейный Седьмой шейный позвонок Он должен быть подвижный То есть ты на них устанавливаешь пальцы Прямо можешь боком сесть И вот так вот сгибай голову целиком Шею Поднимай И чувствуй, ходит он Туда-сюда этот позвонок или не ходит Ну вот он как бы вот так вот Вот их два, да? Один, относительно другого, будет вот так вот нагибаться Да? А теперь ниже пощупай И так же сгибай, нагибай голову Нижний двигается Еще ниже Найди тот позвонок, который не двигается Он не должен двигаться Это уже начало грудного отдела Не могу какие-нибудь там лезуть А ты не можешь не туда попасть Наша удаленная видеоконсультация Она настолько проста, что тут никто ошибиться не может Вот, ну давай двух сторон пальцами Вот так, двумя пальцами Нащупай вот эту линию сгиба И смотри, вот тот, который неподвижен при наклонении головы Он Самый большой Он может быть больше, да Самый большой, который не подвижен Это уже, который не с шеей Это уже как-то ближе к стене Да, да, да Вот, от него начинается шея В принципе, можно самому пальцами нащупать там какие-то перекосы Да, если он идет относительно другого Немножко сдвинут, да Это пальцами Только желательно с обоих сторон обоями Можно нащупать Пощупай себе Есть ли такое? Вот это второй Один неподвижный, да Грудной И седьмой шейной на нем стоит Ну, кстати говоря, я скажу, что Это на самом деле не позвонки мы сами щупаем, а остистые отростки От позвоночников идут такие отростки, которые, как раз мы их ищупаем пальцем Сами позвонки, они гораздо глубже Нащупало, да? В принципе, так вы можете прощупать себе весь шейный отдел И найти вот эти все позвонки, которые, вот эти отростки, да Которые могут быть друг относительно другу как-то сдвинуты, да? Или вот так они сдвинуты Или по оси повернуты Наши цветы все выровнялись, чтобы они были в одной линейке Вот в такой Представляешь, да? Вот Для этого Берем Сначала разминаем шею Ну, если воротник расстегну Не могу достать до шеи Ну, кстати, можно и через одежду Если у вас высокий воротник, можно и через одежду Берем, опять же, два пальца Устанавливаем вот на этом позвонке Да? Рядом с ним, где мышцы начинаются расти Вот от него вот так вот, да? Установили И начинаем Можно прямо всей ладони Не, ниже, ниже это плечи практически Вот так руки разверни Вот Да И начинаем на себя давим А головой назад Вот так Несколько раз Так делаем Три-четыре раза Теперь К следующему позвонку Переходим Я Специально развернусь, чтобы это было видно Не знаю, на камере получится Вот, потом к следующему позвонку Потом еще выше Еще выше Еще выше И вот так вот проходим До 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 самого До самого сочленения, где у нас начинается череп Поняла До Доходишь, ты двумя руками делаешь, да? Угу А то ты как-то низко села или камера у тебя поднялась Я просто села на диван и я как-то это А, тогда немножко камера опусти чуть пониже Не, сиди, сиди, если тебе удобно Во, вот так вот, да Еще пониже Чуть-чуть еще ниже Все О, отлично Так, ну что, дошла до верха? Дошла Я уже почувствовал тепло определенно Уже даже чуть-чуть вспотел Ты чувствуешь тепло? Ну, да Далее Далее Можешь Попробовать самой себе сделать растирающие движения Это тоже сделать достаточно просто Вот так вот берем И растираем Вот такими вот поглаживающими движениями Можно спиралью немножко руку Всю вот эту вот область Вплоть до туда, до куда дотягивается рука До ключицы Угу Да-да-да Повернись, пожалуйста, боком Чтоб мы видели Да, видно Еще, смотри Еще захватываю вот эту мышцу Вот она идет Вот ее тоже целиком Вот так вот все Видишь, у меня рука идет Получается, получается, да Правильно? Ага Видишь И с другой стороны давай Начинаем вот так вот Сверху вниз идем Сверху вниз Сверху вниз Сверху вниз Сверху вниз �